Расскажите, пожалуйста, что такое биотермион? Название, которое говорит о том, что мы им делали с различным качеством здоровья. Различное качество здоровья – это очень важный момент. То есть здоровье как ценность, которая может быть использована для закрепления тех или иных свойств. И здоровье, которое даёт возможность входить в другие измерения, концепции, связанные с феноменом биотермиона. Биотермион – это значит с качеством здоровья в разных аспектах. То есть речь идёт об аспектах как здоровья, как охрана от всяких аномалий, которые могут возникать в процессе жизни. А есть понятие здоровья как комплексный фактор, который сохраняет не только состояние, которое мы называем состоянием устойчивости или какой-то стабильности и так далее. Она даёт возможность развиваться тем или иным аспектом, связанным с общим понятием здоровья, в которое включается не только здоровье как биомедицинское понятие, а здоровье как общепиологическое, то есть называется биотезический аспект здоровья, который должен пониматься как использование всех моментов биотезической биомедицины, о которой как раз сегодня речь идёт нашего интервью, связанного с показом тех аспектов, о которых я только что говорил. То есть мы говорим о том, что здоровье – это комплексная величина. комплексная величина, что это значит, что она отражает как понятие так называемой энтропийной, как понятие и антиэнтропийной. Что это такое? То есть понятие, связанное с… используем даже хаосы для здоровья, то есть хаотических всяких состояний, и в то же время, как по делу я с этому, создание антитопийных, то есть состояний в виде комплекса, ещё раз говорю, многих и многих факторов, вот один из которых является фактор, так сказать, взаимодействия с экосредой, фактор взаимодействия с цитосредой, то есть мы об этом тоже много говорим, фактор взаимодействия с самой главной нашей средой, это с водной средой, гидро, это мы и называем, гидроион, гидротермион и так далее, вот эти названия, они оказались тут оттуда, то есть мы имеем дело здесь с памятью водных систем, которые как раз были, так сказать, изучены, открыты в нашем центре с использованием биотезических методов. Так родилась биофизика водных систем, так она сейчас развивается, и так она будет использоваться для улучшения не только в узком понимании здоровья, то есть, что речь не болеет, значит, он здоров и так далее, а в понимании очень широко, то есть начиная от биомедицинских аспектов и кончая аспектами, связанными с понятиями общей биофизическими, новой так называемой биофизики, о которой мы как раз и ведем сейчас. речь, которые, аспекты, которые мы, как раз и применяем в тех условиях, когда мы говорим, на фоне хаоса создается новое, так есть новый феномен био-здоровья в самом широком аспекте, в самом широком аспекте, что дает возможность надеяться на хороший, оптимистический выход в окружающую среду, выход для борьбы за полное отражение всяких аномальных явлений, которые вредят, в полном этом смысле слова, вредят здоровью человека, в том числе и биофизическому здоровью человека, о котором мы только сейчас делаем. Вот примерно такие аспекты. Когда мы говорим, как это сделать, тут много всяких вариантов есть, очень, так сказать, разные аспекты, но я хочу узнать, что интересует нашего зрителя, или как можно его назвать, или нашего, как сказать, нашего слушателя, слушателя или наших, этих людей, которые борются за счастливую жизнь, каждый борется из людей, связанных с самой главной средой, это, конечно, когда речь идет о геноплазме, о памяти воды, о создании новых аспектов понимания, что такое здоровье, с точки зрения биотормионного мысления, с одной стороны, и с точки зрения биотормионного понимания, что происходит при этом, после этого, в окружающей среде, в организме человека, в разных аспектов больших масс людей, и так далее, когда мы сможем управлять этой всей системой, этой всей системой. То есть, вот это и есть биофизика, которая, новая биофизика, которая сейчас, скажите, претендует на то, чтобы эти аспекты были учтены, в том числе и в деятельности тех наших соратников по этому грандиозному проекту, который мы называем биотормион. Отлично. Спасибо, Игорь Михайлович. Ну, это такой аспект общий. Ну, да, это понятно, что вкратце все это, как говорится, за час, даже за два это все не расскажешь. Ну, да, это достаточно обширная тема, так сказать. Ну, так мы же, я думаю, не последняя трансляция. Тоже верно, не последняя трансляция. Я скажу, не могу сделать, да. Хорошо. Витя Михайлович, а вот основные моменты, как его употреблять, когда человек получит, как лицо продукцию уже, закажет, получит. Основные моменты такие, самые важные, можете сказать, как употреблять правильно. Ну, что значит правильно? Я вот только сейчас сказал, что некоторые думают, что это, типа, как лекарство. Это не лекарство, я знаю. Нет, я имею в виду, вот именно инструкцию, как инструкцию применил. Берешь, капаешь, разбавляешь, мажешь. Ну, разные аспекты, безусловно, там и, есть, и капли, есть, и порошки, которые, так сказать, используются на территории, так сказать, различных раневых поверхностей, где угодно, связаны с нарушениями той устойчивости, которую должен обладать любой человек, любая масса людей, любые, так сказать, комплексы животных, и популяции растений, и даже популяция инфекционных различных организмов, в том числе, и вот, грековый организм, и так далее. Это очень широкий аспект. Почему-то, у нас любят служать, все говорят, это вот проблема медицины. Какая медицина, это только маленький кусок всего, по медицинам, поэтому и называются биофизические, так сказать, аспекты биофизические, новые биофизические аспекты медицины. А на самом деле это биомедицина, это биология. А что такое биология и биожизика? Это уже огромный аспект жизни. То, что мы называем жизнь, жизнь, потому что мы сейчас путаем жизнь и мертвую составляющую, то есть так называемые биохимические компоненты, различные химические компоненты, даже биологические компоненты, не имеющие свойств жизни. Жизнь – это особое состояние, вот это надо понять, это первое, что надо понять. И когда мы это начинаем понимать, мы начинаем понимать, как надо пользоваться этими аспектами. Вот я первый сказал. Что касается так называемых традиционных аспектов, как пользоваться сенсибилизаторами. Чего говорят, вот это особое, там, пятый день. Да, это особое, сенсибилизаторов много для. Сейчас изготавливаться начинает, и так далее. Вот для особых так называемых состояний экологических, биомедицинских, там и так далее. Но есть уже известные, которые прошли аж по члену 120-130 лет эксплуатации. Их тоже можно использовать, тоже с большим успехом в системе биотомио. Речь идет тоже о всем известной классической синхи. Ну, вы знаете, овзиньких то есть это то, что используют даже домохозяйки. От стирок, там, пятый, десятый и прочее. А это оказывается очень хороший биотический элемент, но с свойствием сенсибилизации. И вот его можно тоже использовать для борьбы с различными, то есть не для борьбы, а для помощи в борьбе с различными аспектами, связанными с аномалиями нашего здоровья. Вот о чем я и хотел сказать самое главное. Люди думают, что это особое, тогда нет. вот аспект, который можно использовать. Особое отношение тоже другое биология, биотезик, новая, биомедицина, которая затрагивает экологию, экосреду и различные аспекты, связанные с различными формами взаимодействия, в том числе что живое и неживое, оно отличается очень сильно друг от друга. А мы раньше все это путали, смешивали, считали, что никакого различия особо нет. Различие только в сложности и все. Это заблуждение, большое заблуждение. об этом как раз мы очень много сейчас пишем, говорим, выступаем. И в этом, так сказать, секрет, почему мы больше когда начались ядерные испытания, то мы сразу были включены в эту гигантскую работу, потому что так сказать, гасение этих ядерных испытаний. по традиционной схеме оказалось совершенно нерационально. Вот это доза эффект, если кто помнит, знает. Вы получили такую-то дозу смертельную, а человек потом приходит, говорит, я получил знаете, сколько, 10 тысяч дозунгер, уху, а вы даже померяете вас, он даже не помирает. Вот вам пример, резистентность, подошли к дозе, поняли? А кто это установил? Это когда-то установили после первых ядерных взрывов, еще во время конца Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, как мы называем себя. Так вот, это примерно 45-й, да, 45-й год, вот в этом 1945-й год. Ну, как можно так легкомысленно все это делать? Ну, вот, и бытовую сразу меня, вновь, где были бы те симпатии, которые возникли, когда мы работали именно этим, и когда Сулейменов, наш, так сказать, лидер антиязерного движения, он первый повозгласил, что давайте разбираться, давайте возглавлять движение, которое должно опередить всех, и вся, и которое нужно всему миру, не только нам, но и всему миру, потому что эти ядерные испытания могут повредить весь мир сильно, если будет такая, так сказать, идеология. И вот возле этого началась очень длительная, но очень захватывающая с точки зрения научных интересов борьба вот за создание вот таких стабильных способов, простых иногда, иногда, но очень эффективно. поэтому Алжас Амарович Сулейменов, это мы знаем его как поэта, так вот, как я и говорил в своих выступлениях, из недор поэзии возникли совершенно необычные, так сказать, идеи об народном движении, причем участвует там не только весь народ, но и вся его интеллектуальная, так сказать, основа передовая называю, потому что действительно передовая, которые сумели сказать нет, надо разобраться, надо разобраться, где правда, где неправда создается, то есть где-то мы просто копируем то, что совершенно не происходит на самом деле, и так она и оказалась, пожалуйста, доза эффекта стоит нелепо, вот, и вот мы об этом и говорим сейчас, низкий поклон этому великому человеку, этого лидеру, который сумел так поднять народ, поднять его и сказать, что дальше работать, и он не менял какой-то степени, хотя я его давно знал, потому что сработает, тогда меня поднял на это дело, и я работал в области антиядерного движения, и работал в области борьбы с посредствами ядерных испытаний, я был на тех местах, где эти ядерные испытания были, прямо на следующий день после взрыва, атомной бомбы, и так далее, от этого даже пострадали, так сказать, мои возможности в какой-то степени, в смысле, я говорю, глаз там и другого, потому что это очень серьезный был, так сказать, диалог, так называемый, поэтому я говорю, что настолько это глобальная тема, настолько она необходима была, что всегда удивляюсь, что именно у нас здесь, вот, там, где самые крупные в мире ядерные испытания проходили, у нас и возникло вот это движение, которое сейчас логически помогло остановить ядерные испытания и в Китае, и во многих других странах, чтобы сказать нет, дальше так нельзя, надо искать другие пути, надо искать все возможности для человека, который может дать здоровье не только себе, не только группам людей, но и целом, поколениям и всех. Это будет воспринято на так называемом высоком научном уровне. Вот в этом смысл биофизики, новой биофизики как средство тоже для получения совершенно необычных результатов в этом плане. А как это делается? Вот мы там бросим, давайте создадим, отдадим часть метров Алматинского, электромагнитные все колебания будем нормировать и так далее. Там будем проводить все процедуры. Там мы за год можем 2 миллиона человек пропускать людей изолировать от этого страшного вируса, коронавируса, который танцует каждый раз после ядерных испытаний, приобретает то одну форму, то другую форму. То есть вот это давайте делать, я прошу, давайте делать. И к сожалению, с точки формально медицины считают, что медицина может сделать одна, не может сделать, только комплекс. Они ничего не могут сделать, они начинают говорить, вот старые методы, вот такие методы, такие методы, но это мы знаем. Они малоэффективные, они поведут по старой дороге, опять дойдем да, у и постера сто по сорок лет там и скажем, во, нашли, а он скажет нам, у и постера, вы что, ребята, вы, я сам понимаю, что даже прививки мои очень опасны, когда их много, давайте-ка человека разгружать, человечество тоже разгружать это от всех этих дел, и он прав оказался, испанский вариант, потом был там так далее, общие заражения из Китая, Великобритания возила огромное количество этих китайцев на работы окопы или сами не хотели окопы или там всякие так сказать укрепления делали, и везут далее, вспыхнула вот эта знаменитая испанка, испанка знаменитая, почему я так горячо потому что моя бабушка, мой племянник тоже пойдет в испанке в Петрограде, буквально вот в конце войны прямо, когда деньги не могли даже уединяться, потому что была страшная эпидемия, это же все знают об этом, вот пожалуйста, спасибо Михайлович очень интересные вещи вы рассказали здесь и и и и Продолжение следует...